Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок, поехали! Эти ноготки вы уже успели наблюдать на моем канале, потому что у меня только дошли руки для того, чтобы обработать этот мастер-класс. Это коррекция на себе, так называемая коррекция со сменой свободного края. То есть, мы не полностью наращиваем новый свободный край, а подстраиваем таким образом, чтобы удлинение у нас получилось на уже существующем ноготочке, а свободный край с аквариумом мы доращиваем новенький. У нас получается не полная смена материала, а именно достраивание нового свободного края. Для этого что мы делаем? Мы снимаем предыдущий материал с нашего ноготочка, но снимаем не полностью, оставляем его в качестве подложки под удлинение. Фрезой убираем объем старого материала и пилочкой выпиливаем форму нашего будущего удлинения ногтевого ложа. Смотрите, пилочка у меня в данном случае не в крови, она просто немножечко припачкалась пигментом, потому что предыдущие ноготочки я уже выпилила полностью. Кое-где у меня недосох материал, я его не додержала, мне хотелось сделать это все как можно быстрее, поэтому пилочка слегка испачкалась в пигменте. Но это никоим образом не мешает нам выпилить форму удлинения и проработать натуральный ноготочек. Здесь нам нужно очень аккуратненько его взрыхлить, для того, чтобы обеспечить сцепление со следующими слоями материала. Далее продолжаем подготовку натурального ноготочка. Берем фрезу с алмазным напылением и вычищаем птырики. И уже непосредственно на подготовленный ноготок наносим слой праймера и слой базового геля. Данный урок я специально снимала именно на одном ноготочке, чтобы не ускорять вам работу. То есть здесь вы можете просмотреть буквально все совершенно без какого-либо ускорения. А мы переходим непосредственно к моделированию нашего удлинения ногтевого ложа. Смотрите, мы раскладываем гель с желе таким образом, чтобы у нас на кончике ноготочка получился своеобразный бортик. После того, как мы этот бортик хорошенечко просушили, мы сразу же замесом, замес, напоминаю, это смесь из прозрачного геля средней вязкости и камуфляжа средней вязкости в соотношении один к одному. И именно этим замесом мы выстраиваем сразу же наивысшую точечку, закладываем стрессовую зону, и на этом наше удлинение готово полностью. Далее берем пилочку и проходимся по бортику нашего удлинения, чтобы избежать каких-либо неровностей, потому что все эти неровности вылезут в неровности улыбки. Поэтому хорошенечко пилочкой пробегаемся по зоне улыбочки и фрезой изнутри выпиливаем арку. Именно в эту арку мы в дальнейшем подставим форму. Подставляем форму. Поскольку у нас здесь нет натурального ногтевого ложа, здесь все полностью из материала, то, соответственно, подрезать под натуральное ногтевое ложе форму у нас не получится. Поэтому подставляем как-нибудь, следим за тем, чтобы у нас не было никаких отверстий в зоне стыка свободного края. Также очень внимательно следим за высотой постановки формы, потому что под разные формы ногтей высота формы ставится по-разному. Поэтому определяемся, какую же форму ногтей мы делаем, и именно под эту форму подбираем высоту постановки. И на подставленный бумажный шаблон при помощи прозрачного геля средней вязкости мы выкладываем подложку для будущего свободного края. Обратите внимание, мы ее не накладываем на бортик, то есть мы не промазываем прозрачным гелем борт, мы его пристраиваем как бы встык к нашему удлинению. Потому что если мы промажем прозрачным гелем бортик, это никоим образом не улучшит сцепление нашего свободного края с ногтевым ложем, но только испортит будущую нашу линию улыбочки. А теперь переходим к самому интересному непосредственно созданию дизайна на свободном крае. Обратите внимание, в данном случае я взяла полигель от Блюскай и им буквально-таки шпателем промазываю свободный край, создавая как можно ярче фактуру. Чем лучше фактура здесь получится, тем интереснее выпилится камень в итоге. Здесь у нас такой себе натуральный камень получится, поэтому стараемся сделать как можно больше хаотичных движений, чтобы у нас получилась именно натуральная фактура. Подхватываем наш полигель буквально-таки несколько секундочек в лампе и на слегка просушенный затираем пигментом. Еще раз напоминаю, девочки, смотрите, логика здесь какая. Самые высокие места у нас спилятся, спилится на них пигмент, спилится на них прозрачка, спилится на них все, останется белый кусок. Чем интереснее вот эти вот разницы фактур у нас получатся, плюс пигмент у нас подчеркнет глубину нашего дизайна, тем интереснее выйдет в конечном итоге сам дизайн. Для того, чтобы еще больше подчеркнуть фактурность всего происходящего, я смешала полупрозрачный черный, смешала его из финиша и черного гель-лака и именно этой смесью пробежалась по своему ноготочку. Опять же, эта смесь где-то у меня стекла вниз, где-то осталась на самых краешках, подчеркивая высоту. Дополнительно я еще нанесла немножечко пигмента, чтобы он остался в чистом виде и вот этот весь аквариум буду перекрывать прозрачным моделирующим гелем. После того, как мы хорошенечко просушили моделирующий гель, сняли с него липкий слой, мы переходим к опилу. Грязновой опил в данном случае я произвожу фрезой, поскольку на себе моделирование довольно четко выполнить не получается, очень много лишнего материала стекает на боковые стороны. Именно это я в первую очередь убираю при помощи фрезера, чтобы много не пилить пилкой. На чистовой уже допиливаемся при помощи пилочки, контролируя каждое наше движение. Очень внимательно следим за тем, чтобы не перепилить нижние направляющие, потому что тогда ноготочек покажется нам вздернутым. Продолжение следует... 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 Смотрите, очень хорошо просматривается глубина впадин, очень хорошо просматриваются высокие части. Где-то вот черный цвет лег очень тоненькими полосками. Именно то, к чему я и стремилась, у меня получилось. А теперь и вы вместе со мной знаете все секреты данной процедуры. Напоминаю, мы сделали коррекцию со сменой свободного края и мы сделали аквариумный дизайн на этих ноготочках. Надеюсь, вам сегодня со мной понравилось. Мы с вами увидимся в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока-пока.